Это будет моя заключительная проповедь из небольшой такой серии о преемственности веры. Как это сделать? Как это сделать лучшим образом, чтобы самое сокровенное, это познание о Господе, передать следующему поколению? Это такая тайна, мы даже исследуем свою внутреннюю жизнь, и мы многих вещей объяснить не можем. Иногда ты стараешься, прилагаешь усилия, а оно мало что получается. А иногда на тебя находит от Господа что-то такое вдохновение, ты находишь в себе силы, усердие. Одним словом, взаимоотношение с Богом – это что-то настолько личное, настолько непохожее на других людей. Вот сейчас пустить микрофон по залу, каждый расскажет такие удивительные истории, когда Дух Святой касался вас, как это влияло на ваш характер, на ваши взаимоотношения в семье, как вы преодолевали непрощение, боль, как вы чувствовали свободу. Это очень все личное. Теперь попробуй это все передать ребенку. Это невозможно, это очень сложно. И между тем, это самое важное. У любого родителя спроси, чего бы ты хотел больше всего? Я бы хотел, чтобы мой ребенок познал Господа, чтобы у моего ребенка установились личные отношения с Богом. Так вот, сегодня мы поговорим о четырех таких аспектах, где я усматриваю, христиане, родители допускают большие ошибки. Я назвал свою проповедь микроменеджмент, как признак недоверия. Микроменеджмент, это слово из бизнес-словаря, это когда ты слишком контролируешь все детали у своих подчиненных, не даешь свободы, у тебя недоверие. Может, ты по характеру такой во все ты вникаешь. Ты и себя уже утомил, и другие люди возле тебя не развиваются. Да, они развиваются, потому что они боятся сделать шаг вправо, шаг влево без твоего согласия и разрешения. Они точно не знают, чего ты хочешь. Короче, это такая распространенная проблема. Но мы сегодня поговорим именно о взаимоотношениях между родителями и детьми и о некоторых наших распространенных ошибках. Я так думаю, что на этом богослужении нет моей дочери, потому что я хочу кое-что прочитать из ее открытки, которую она мне подписала на прошлой неделе, на день моего рождения. И ей это точно не понравится, поэтому я так догадываю, что она приходила на 11 утра. Но если вдруг она здесь, я очень надеюсь, что она меня простит за это, потому что это очень личная открытка. И мне так нравится, когда мои дети могут выражать свои чувства. И так было всегда. Я помню, они еще были маленькими, мы садились за столом, позавтракали или поужинать. Я всегда спрашивал, кто хочет помолиться. И это не было обязаловкой. Они могли сказать, ну, пожалуйста, не хочу. Не хочешь, значит, не надо. А в другой день, в другой момент. Хочу, я хочу, да. И вот когда вот в такой среде развивается ребенок, оно как-то, ну, естественно. Так вот, из открытки несколько таких фрагментов. I honor our relationship so far. I am grateful for the way you approach conflicts and respect my space. Я очень благодарна за то, как ты подходишь к разрешению конфликтов и уважаешь мое личное пространство. В тот день, когда она мне ее подписала, я три раза ее перечитал через каждые несколько часов. И мне это было так ценно и так дорого. Знаете, в каких семьях нет конфликтов до времени? В авторитарных семьях нет конфликтов. Потому что там один говорит, а другой молчит. И если другой что-то скажет, ему скажут очень просто и быстро, закрой рот и делай то, что тебе сказали. В авторитарных государствах, в авторитарных церквях, в авторитарных домах именно так строятся отношения. Но это же личность, это же человек, который тоже думает, который тоже чего-то хочет, которого тоже что-то обижает. Который тоже хочет выплеснуть на поверхность свои эмоции. Который тоже гневается. И, конечно же, этот маленький человек, он нарывается на волю родителей. А он же слабый против этой воли. Это же родители, это же святое. Он знает заповеди Господни. Дети, повинуйтесь родителям во всем. И он боится. И он не хочет. Он заведомо знает, что он проиграет, если он выразит свою волю вопреки воле родительской. А родители, в свою очередь, нередко укрепляют свою позицию волей церкви. И так и ссылаются, так и говорят, что такова воля церкви. Мы же верующие. А церковь укрепляет свою позицию, свою волю волей Божьей. Автоматически приравнивая все, что говорится за кафедрой, все, что говорят пасторы. Что такова воля Божья. И этот маленький человек попадает в такой бермудский треугольник, где есть родительская воля, церковь, Бог. Кто же он? Он очень слабый против этого. Он никогда не встанет против этого. Но ему тоже нужно личное пространство, потому что он задохнется. Он тоже должен иметь место, себя выражать, потому что он человек. И если мы сужаем это личное пространство больше и больше, то он будет искать другое место, где он сможет оставаться живым. Такие дети ищут это пространство на улице или в компании друзей. Ох, их там иногда не узнаешь. Они там хохочут, смеются. Если ты подслушаешь их разговор, ты удивишься, это другой жаргон совершенно, чем у тебя дома. Если ты сильно сжимаешь это пространство и даже на улицу человека не пускаешь, и к друзьям не пускаешь, он замыкается и внутри себя создает такой маленький мир, куда он никого не пускает. Но самое страшное не это. Самое страшное, что он не может убежать из твоего дома до времени, разумеется. И потому он вынужден пристраиваться к воле родителей, к воле церкви, к воле Божией. И он расслаивается, разделяется внутри себя на две части. Одна часть его, это внешняя часть, она очень показательная, примерная, чтобы не раздражать папу и маму, дяди и тёчь, пастора, родственников всех. А другая, настоящая, но она тайная, она внутри. И можно было бы и с этим жить, но я не знаю, что больше может разрушать личность человека, чем двойственность. Когда он внутри себя раздваивается. Таким образом, мы, конечно же, сегодня не говорим, что воля Божия или воля родителей или воля церкви принесут вред человеку. Разумеется, нет. Я не это пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать, что методы, как мы эту волю навязываем, как мы её доносим, вот они могут сломать человека. Не развить, когда он расправляет крылья, когда он не боится идти домой, когда он не боится сказать нет, когда он не боится пробовать, экспериментировать. Как в лаборатории, знаете, в лаборатории всё предусмотрено на случай, если эксперимент пойдёт не так. Произойдёт взрыв или какая-то там химическая реакция. На то она и лаборатория, что там допускают вероятность сбоев. А дома, когда он или она, твой сын или твоя дочь поступают не так, как тебе хотелось бы, не так, как у нас принято, сознательно или несознательно, у тебя есть место для ошибок, для экспериментов или нет? Потому я понял, что вот то самое личное пространство, которое написала моя дочь, это и мой вызов, потому что есть вещи, которые, ну, я бы точно не хотел, чтобы она, допустим, там так оделась или там с такими-то девочками дружила. Ну, это её жизнь, и если она не боится поднимать эти вопросы, и мы не боимся об этом говорить, это самая здоровая среда, в которой может расти ребёнок. Я считаю, что основная задача родителей заключается в том, чтобы научить ребёнка самостоятельно следовать за Богом. Нет большей радости, ничто другое я не могу назвать успехом так, как вот заметить, что мой ребёнок зацепился, вот что-то у них там получилось с Богом на личном уровне познакомиться. Нет большей радости, как бы их отношения там не развивались, это уже второстепенные вопросы, но я считаю, что воля родительская – это обеспечить такую среду ребёнку, чтобы ему захотелось потянуться к Богу и как-то на личном уровне установить контакт. Так, как мы учим на велосипеде ездить, да, мы сразу объясняем теорию, смотри, это же два колеса, ты понимаешь, да, потом мы ещё прикрепляем вспомогательные колёсики, чтобы он не падал, шлём, одеваем ему там на коленники, да, и держим его, и учим, и потом, потом, вот я вспоминаю своих детей, потом этот радостный крик, папа, папа, я сам, я сам, и ты скажи маме, смотри, я еду, то есть он поймал идею, мы откручиваем эти колёсики и выбрасываем, они больше не нужны. Это модель Ветхого Завета, когда все люди шли к помазанникам, к священникам, к пророкам, к царям, к Богу по-другому не пройдёшь, только через них. Но это время прошло, время прошло, время поменялось. Главная миссия, главная задача – не привязывать людей к себе, тем более детей, ты с ними всегда не будешь. И ты тоже не источник, ты всего лишь проводник Божьей любви, благодати, мудрости. И самое главное, что Бог хочет общаться с твоим ребёнком без посредников, в обход тебя. А это предполагает, что он это будет делать не по-твоему. Я хочу сейчас остановиться на четырёх этих моментах, о которых я говорил. Первое – это внутренний рост. Внутреннее развитие личности, и это явление сугубо личное, а не коллективное. Хоть все ходят в церковь, все растут в одном доме. Рост, он изнутри. Это рост личности, сама личность. Она вообще развивается или нет? Или нас мало интересует, развивается ли эта личность? Или нас интересуют только внешние показатели, внешняя картинка? Ты можешь одеваться как хочешь, только не в церковь. Веди себя как хочешь, но меня не позорь на людях. Это просто страшные ошибки многих верующих людей. Личность развивается внутри. Когда дерево растёт, оно растёт одновременно в трёх направлениях. Вглубь, вширь и вверх. Мы хорошо понимаем, что если человек только физиологически развивается, а умственно не развивается, то это ужас. Мне кажется, что лучше, прости Господи, родиться без руки или без рук, чем без ума, если уже что-то выбирать. Поэтому мы понимаем, что дерево, как отдельное растение, оно одновременно растёт. Это здоровый рост вглубь, вширь и вверх. Поэтому нас должно серьёзно заботить, развивается ли ребёнок, потому что он внутри развивается. Мы знаем, что происходит с деревом, у которого слабая корневая система. Его пышная крона, при малейшем ветре оно падает. Оно погибает. Я однажды сидел дома у себя, читал Евангелие. Я так благодарен Богу за эти святые моменты. Они такие неожиданные, но они правда святые. Они поворотные, по крайней мере, в моей жизни точно поворотные. Я читал известную притчу Христа, где Он говорил о человеке благоразумном и глупом. И Он сказал, оба они строили дом, но благоразумный, рассудительный человек копал и углубился. И я чувствовал, как моё сердце забилось. Святой Дух стал мне это показывать. Смотри! Все хотят гнать стройку вверх. Только мудрый человек начинает строительство вниз. Как этот фасад дома, все смотрят. Ой, как у вас красиво, какая лепка. Ой, какой красивый дом вы построили. Только разумный человек понимает, что высокую часть бюджета надо влить в фундамент. Иначе он поплывет. И я понял, что если я не буду внутренне развиваться, мой внешний успех всего лишь дело времени. До первого ветра, до первых потрясений, до первых искушений. И следа не останется от твоего успеха. Еще что я понял, что вот этот внутренний рост может производить только Дух Святой. У родителей нет этой способности, чтобы ребенок рос внутри. Они могут его питать, одевать, заботиться о нем. Все это понятно. Они могут напутствовать его, молиться за него. Но сам рост, это как бы тяга изнутри, это порыв изнутри. Это может делать только Дух Святой. Вот смотрите, Павел сказал так. Я насадил, то есть я семена бросал, я сеял. А полос, мой сотрудник после меня, поливал то, что я сеял. Разумеется, но что же не вырастет, если ты не посеешь и не будешь его поливать. Особенно у нас в Калифорнии регулярно поливать. Но Павел говорит, но вырастил ведь Бог. Потому он говорит, и насаждающий, и поливающий, есть не что, а все Бог возвращающий. Я твердо понял, что это только работа Духа Святого, растить нас внутри. Я помню в свои 14 лет, где-то, может, 15 мне было, у меня проснулась такая жажда читать Евангелие. Я знаю, что я не обманываю, меня Господь слышит. Я со школы, когда звучал последний звонок, бежал домой. Я прибегал мокрым. Так мне сильно хотелось читать Евангелие. Я сегодня смотрю на подростка, в котором 14-15 лет, и думаю, неужели это было со мной? Я не просто читал, меня никто даже не просил, меня никто не порицал, не вдохновлял, не вознаграждал за это. Я никому не отчитывался. У меня что-то такое происходило внутри. Я как бы поедал эти святые слова. Они где-то там, я, может, мало понимал на тот момент, но что-то со мной такое сильное происходило. Кто его произвел? Если мои родители даже не знали об этом. Или, может, со стороны только видели. Я помню, это была осень. Мы копали картошку на огороде. Нужно было много работать во дворе. Но это так занимало меня, со страшной силой. А потом оно прошло. И вот я прихожу к выводу, что это милость Божия. Это не мои усилия, не мои старания. Я никому ничего не доказывал. Но это пробудил во мне Господь. Итак, первое. Что мы должны сделать? Что от нас зависит? Где наша доля или часть? Это просто создать условия для ребенка. Поливать, удобрять, благословлять, насаждать определенные истины, содействовать, создать среду, чтобы ребенок мог в ней развиваться. А растит Бог. Второе, что должны взять на заметку родители христиане, это никогда не сравнивать людей одного с другим. Особенно детей. Когда они уязвимы. Как мы делаем? А ну, идите сюда, станьте здесь возле стеночки. О, смотри, ты уже выше, чем твой братик. Хотя, твой братик старше тебя. Вы думаете, это комплимент? Ну, это оскорбление, это унижение человека, который, может быть, первым родился, но развивается физиологически хуже или умственно. О, смотри, как твой братик хорошо учится. А ты что сидишь здесь? Смотри, как он хорошо закончил четверть по математике. Вы думаете, это вдохновляет ребенка? Никогда. Вы думаете, вы его поощряете? Вы его унижаете. Вы его ломаете. Это категорически нельзя делать. Почему? Потому что рост, как духовное, внутреннее состояние, он привязан к разновидности. Мы все разные. Как растения разные. Есть разновидность бамбука в Китае, которая растет за сутки до метра. А есть белый кедр в Северной Америке, который растет всего лишь до 10 метров, но для этого требуется 150 лет. И то, и другое растение создал Бог. Зачем сравнивать? Кто это придумал? Римлянам 12.3. Замечательный текст. Не воображайте о себе слишком много. Судите о себе здраво, а в русском синодальном скромно. Думай о себе скромно. То есть, тише, тише, тише. Ты успешный. Ты обогнал других очень быстро. Ты шустрый такой по жизни. Тише, спокойно. Думай о себе скромно. А что это значит? А думай о себе по мере той веры, которую Бог тебе уделил. То есть, есть мера, да? Да, да, да. Есть мера. И эту меру определяет Бог. Вот Бог тебе дал больше ума, чем другим. А что ты хвастаешься? Как будто это не дар Божий. Или ты живешь в лучших условиях, скажем, в Соединенных Штатах, в богатой стране или в Европе. А кто-то такой же благочестивый, как ты, не глупее тебя и не хуже, и не грешнее. Но он живет в Африке. Смотрите дальше. Еще один удивительный текст. 1 Коринфянам 4, 7. Читаю из нового русского перевода. Кто сказал, что ты лучше других? Какие вопросы у Павла. Можно возразить тебе, Павел, но это же очевидно, что я лучше. Нет, но это же очевидно. По всем данным, у меня семья лучше, у меня работа лучше, я духовно более стабильный, чем другие. Это же очевидно, а что ты так ставишь вопрос? Нет, давайте возвращаемся к Павлу. А кто сказал, что ты лучше других? Что имеешь ты такого, что тебе не было бы дано? А если все это тебе дано, то почему ты хвастаешься? Как будто это не дар Божий, а твое достижение. Ну, Павел молодец, он просто разоблачает. Смотри, он говорит, не хвались, потому что тебе это просто дано, это просто такая мера. А другому дано меньше. Или вы помните притчу, где господин позвал рабов и раздавал им таланты? Таланты – это вес серебра, то есть это начальный капитал. Вы будете заниматься работой в мое отсутствие. Но перед тем, как он раздавал этот капитал, он внимательно присматривался к людям и давал каждому по силам его. Какое уважение, какое бережное отношение и к человеку, и к ресурсу. Значит, что-то есть такое в людях, на что обращает Господь внимание. И если человек более слабый, во всех смыслах слабый, ну зачем ему давать много, он же с ним не справится, он его просто испортит. Человеку будет плохо, всем будет стыдно. Зачем? А если человеку, который более крепок, силен, дать мало, ты тоже как бы неразумно поступаешь, потому что человек мог бы сделать намного больше добра. Потому что такое уважительное отношение Господа к этим слугам, что он смотрел силу, меру силы. Все люди разные. Но это не все. Самое удивительное, когда Господин вернулся и позвал первого, и тот сказал, вот пять других талантов, которые я приобрел на те пять, которые ты мне доверил, Господин похвалил его. Когда пришел второй и сказал, вот два таланта, которые ты дал мне, доверил, когда уезжал, я приобрел другие два таланта на них. То есть, если вы мне не верите, проверьте Евангелие. Я сейчас отвечаю за то, что я заявляю. Мера похвалы и форма похвалы Господина была абсолютно идентичной. Слово в слово, до запятой, что он сказал тому первому, как он его хвалил, какие давал ему обетования, и второму. Ну, можно сказать, слушай, ну, тот же намного больше выручки сделал, чем этот. Почему у тебя такое одинаковое отношение? А потому что и первый, и второй выложились на сто процентов. Но как люди, они разные. Потому худшее, что мы делаем, это когда мы сравниваем людей. Мы думаем, что мы так будем мотивировать более слабых? Но мы их просто добиваем. Мы их унижаем. И в этом нет никакой пользы. Потому апостол Павел запрещал так разговаривать, когда он говорил, если нога скажет руке, ты мне не нужна, я без тебя обойдусь, я более важна, чем ты. А Павел имел в виду людей. Он имел в виду тело церкви, которое состоит из многих членов, из рук, ног, других органов. И он сказал, никогда такого не делайте, чтобы один говорил другому. Я более важен, мы без тебя справимся, а вот без меня мы не справимся. Павел сказал, дабы не было разделения в теле, то есть это не мотивирует людей, это разделяет людей. Одни гордятся, а другие унижены. Павел, цитирую нашего апостола Павла, он сказал, дабы не было разделения в теле, Бог соразместил всех так, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Важна ли нога? Важны ли ноги? Еще как важны. Но там есть маленький нерв в спине, если он откажет или воспалится, человек ходить не может. А мы даже не знаем, как выглядит этот нерв, и как его там найти? Ну, как бы ноги важны, да? Все важно. Все важны, потому что Бог прославляет не отдельных людей, Бог прославляет тело. И сам прославляется в теле. И вот это такой индивидуальный подход, уважение к людям, у которых, у каждого своя мера. Оно в целом действует благотворно на наше общество. Третья распространенная ошибка родителей и христиан, это навязывать ребенку яркий, популярный образ служения. Не один раз я слышал в адрес моего сына, о, ты должен быть, как твой папа, ты будешь проповедником, как твой папа. Зачем? Это откуда вообще? Вы думаете, это его мотивирует? Нет. Это его ставит в очень неловкое положение. Более рассудительные люди так не скажут. Они скажут, молись, ищи, что Господь предназначил для тебя. Потому что ты будешь счастлив, ты будешь как рыбка в воде, там, где твое место. Тебе будет хорошо и легко, даже если будешь выполнять самую грязную работу. Тебе будет комфортно. И всем будет комфортно возле тебя. Поэтому этим надо интересоваться. Когда Давид пришел на поле сражения и сказал, я готов сразиться с Голиафом, ему сказали, хорошо, оденься только поприличнее. Ну что ж ты с поля пришел с этой какой-то там рогаткой своей? Мы тебя должны одеть, как не есть. Мы же армия. Мы же не полевая банда какая-то. Мы же люди солидные. Он попробовал, оделся, потом сказал, знаете, честно, я не привык. Какой удивительный человек. Уважение, респект тебе, Давид. Он сказал, знаете, может, это и красиво. Может, я и выгляжу комично. Но я так не привык. Я рос в другой школе. Бог меня учил в моей школе. Я уважаю мою школу. Мне не стыдно за мою духовную школу. Вы чувствуете, какие вы чувствуете достоинства на месте? Он не пытается компенсировать эти вещи какими-то там побрякушками на себя понавешал. Как же здорово, как же приятно, когда человек знает, кто он, и он не пытается подстраиваться под других. А те, кто пытаются подстраиваться, очень дорого за это заплатят. Я сейчас хочу прочитать фрагмент из книги, которая называется «Общаться с ребенком как». Автор Юлия Гиппенрейтер. Такая сложная фамилия. Она здесь повествует это письмо мамы своему уже взрослому сыну, которая признается ему в своих ошибках и получает от него ответ. Послушайте. «Сыночек, сейчас, спустя столько лет, когда я осознаю, как ранили тебя мои слова, какую боль приносили тебе мои крики, меня охватывает ледяная дрожь. Иногда от бессилия, напряжения, потерянности в жизни, просто незнания, что со всем этим делать, у меня не хватало сил услышать и поддержать тебя в самые сложные моменты. И вместо этого во мне просыпалось что-то звериное, что могло кричать на тебя и даже иногда прикладывать руку на такого ангела с чистыми глазами. «Сыночек, сейчас, спустя столько лет, я не могу уснуть ночью, вспоминая эти моменты и сознавая, каким ужасом, каким взрывом твоей микровселенной было для тебя это, когда самый близкий тебе человек разворачивался к тебе львиной мордой. Если бы тогда я могла почувствовать и увидеть, как вздрагиваешь ты от каждого моего резкого движения или тона, как все сжимается у тебя внутри в малюсенький комочек, как ты не в силах сдержать слез, как дрожит твоя губка, а позже ты не перестанешь доставать руки из карманов, теребишь волосы, щелкаешь ручкой, отводишь глаза, моргаешь слишком часто, качаешься на стуле, закрываешься в комнате, когда я прихожу с работы. Если бы только я понимала, что желая видеть тебя реализованным и успешным, заставляя тебя усиленно учиться, отчитываться домашним заданиям, выученных уроках, я увеличивала эту дистанцию между нами, между мной и тобой. Если бы я только все это знала, чувствовала и понимала, тебе бы не приходилось так часто болеть, отсиживаться дома, прятаться от сверстников. Сейчас, когда я вижу тебя взрослым мужчинам, который сомневается в себе, рабеет перед начальством, работает на нелюбимой работе, потому что не знает, чего хочет, предпочитает сидеть дома, считает себя неудачником, линдяем, который ничего не хочет от жизни, живет по накатанной, расслабляется только после стакана алкоголя, у меня холодеет внутри от каждого допущенного мною крика и каждого обидного слова в твой адрес. Но, сынок, под всеми этими слоями есть любовь, безусловная, чистая, естественная, такая, которая течет от родителя к ребенку. То есть она говорит, я же это из любви, я же хотела тебе как лучше. Он пишет ей в ответ, сегодня утром я прочитал твое письмо, и весь день оно меня не отпускало. Мне хотелось подобрать для тебя слова, которые были бы тобой услышаны и поняты верно. И я понял, что единственное, чего бы я хотел сказать и пожелать тебе, мама, это чтобы ты сама была счастлива, просто счастлива. Ведь под всеми твоими стараниями сделать меня успешным, ты желала мне счастья. А часто счастье человека не в успехе, не в хороших оценках, не в соответствии общим стандартам. Счастье – это быть собой, быть принятым, быть дома, услышанным, расслабленным, а значит счастливым. Без ожидания этих ударов хотя бы от самых близких людей, без ожидания быть каким-то особенным, чего-то достигать, начиная от оценок за четверть, заканчивая дипломом университета и престижной работой после. Мама, детям несчастливых родителей сложно быть счастливым, понимаешь? Я вижу, что твои будни на нелюбимой работе, твои блуждания в лабиринтах отношений с отцом, твои собственные старания быть успешной, соответствовать каким-то требованиям общества, забирали гигантское количество твоих сил и никогда не приносили тебе счастье. Ты не улыбаешься, ты напряжена, твои глаза не блестят, и я помню, как сдрагивал от одного твоего напряженного вздоха. Если маме так плохо, то что говорить обо мне? Если мама, взрослая, большая, сильная, не может выстоять в этом мире, быть в нем с собой, счастливой, красивой, искрящейся, то что говорить обо мне? Еще маленьком, не разобравшимся с этими порядками. И я помню, как бегу к тебе, радостный, наполненный, взволнованный. Такая пьянящая радость во мне, такие чувства, ощущения, живость, жизнь, и уже за секунду вижу твой взгляд, чувствую твою походку. Я уже предугадываю слова, от которых вся эта красота внутри меня стремительно гаснет. И поначалу каждый раз, как я будто забываю об этом, снова бегу к тебе, радостный, счастливый, жизнь у меня все еще бьет ключом, но с каждым разом я все больше и больше принимаю ваши правила игры и сам становлюсь таким же. Взгляд мой тухнет, ощущения затираются, жизнь перестает казаться огромной возможностью, а рамки и шаблоны торжествуют. Я хочу еще раз сказать ей, мама, детям несчастливых родителей очень сложно быть счастливыми. И здесь никого не обмануть, и не пролезть в игольное ушко. К стыду нашему я должен сказать, что и в церкви много несчастливых людей, а значит несчастливых семей, а значит несчастливых детей. Ко всему укладу общественной жизни, когда ты должен успеть закончить школу, когда тебе показывают в инстаграме, как твои друзья, вон с красным дипломом закончили школу. И он сидит и шмыгает носом, и вытянуть не может. Потом еще в церковь приходим. А в церкви за кафедрой встает пастор и постоянно показывает на таких гигантов, как Петр, Павел, как они жили, как они жертвовали собой. Все это делается в угоду системе. А что в душе у ребенка или у человека? Нас интересует значительно меньше. Как все на выворот, как все неправильно. Итак, совет. Лучшее, что можно сделать для своего ребенка, это обеспечить правильные условия для его внутреннего духовного развития. Это просто любить его, благословлять его, обнимать его, радоваться ему. Как существуют разные климатические условия для разных растений, так создайте для вашего ребенка микроклимат. В конце концов, помните, что ребенок не ваш, он Божий, а вам дан на время. Не сломайте его. Четвертое, распространенная ошибка родителей христиан и в целом представителей церкви, это монополия на истину. Когда человек замыкает на себя какое-то откровение Божье и теперь не признает никакой альтернативной точки зрения, он обладатель полноты истины. Это присуще только верующим людям. У неверующих с этим проще. Это распространенный порог церкви Средневековья. Мы не понимаем, что у нас фрагменты истины, что есть понятие прогрессирующего откровения. Я не обладаю всей истиной. Это же так просто понять. Никогда бы не родились новые духовные движения, если бы предыдущие материнские движения определяли, чему быть или чему не быть. Практически каждое новое движение, рожденное Духом Святым, переживало гонение со стороны своих предшественников. Почему иудаизм, ислам и другие мировые религии так процветают? Потому что там все замешано на страхе. Там самое страшное, что если ты не следуешь правилам, тебя показательно на виду наказывают. Израилю были даны правила, что человек, который откажется от закона Моисеева, без милосердия наказывается смертью. И это не все. Рука свидетелей должна быть на таком человеке прежде всех, чтобы убить его. Потом рука всего народа. Истреби зло из среды себя. И неважно, ты родной брат, ты друг. Ты первым должен взять камень и осудить в образе этого человека зло. Зло? Ну хорошо, ладно, зло. А если, например, человек не хотел жениться на жене умершего брата, у него был выбор? Был. Но если он отказывался жениться на жене умершего брата и продлить его род, то его выводили на городскую площадь, бросали в него сапогом и говорили, отныне мы все будем тебя называть Домбасову или Разбутову. И вот эта кличка за ним всегда ходила. То есть такие общественные избиения, порки, порицания на виду у всех. Потому только христианство, только Христос ведет себя принципиально под руку. Церковь очень опозорила себя в период Средневековья, когда она наложила абсолютную монополию на истину. Церковь спорила с врачами, церковь спорила с учеными, церковь спорила с богословами, которые иначе толковали какие-то тексты. Тот же лютер, который получил великое откровение о вере, начал гнать и призывал гнать и убивать даже анабаптистов, которые сказали, мы не можем крестить детей в младенческом возрасте, потому что лютер по католической традиции продолжал крестить детей. Так они же правы. Сегодня с расстоянием, мы смотрим, мы глянемся назад, мы говорим, это же правильно, человек вырос, он должен сам решить. Но с лютера еще не все выветрилось, но он был настолько уверен в полноте истины, что он не просто был равнодушен к другой точке зрения, он считал своим долгом уничтожать людей с другой точкой зрения. Все инквизиции, все костры, они же все против людей, которые иначе высказались, против авторитета церкви. Я раза три или четыре был в музеях пыток, смотрел просто орудия, изобретенные веками, столетиями, девяносто, если не сто процентов всех орудий пыток изобрела церковь. Зачем? Чтобы хранить веру христианскую. Дерек Принц, который я очень уважаю, которого считаю серьезным учителем Библии, он написал так. Почему в церквях так много колдовства? Потому что там есть много людей, которым хочется заставить других делать то, что они сами считают правильным. Сегодня в церквях есть множество людей, которые хотят навязать другим делать то, что считают сами правильным. Притом они это делают искренне. Эти люди, как правило, выглядят духовными и поэтому доминируют над другими. Но они не направляют людей лично слышать Бога, поднимая их к Богу и поддерживаясь снизу, пытаясь вести их за собой. Они заслоняют Господа и заменяют Божье водительство своими наставлениями. Не осознавая того, что ими движет душевное желание возвыситься, они используют любые возможные средства, чтобы сохранить свое лидирующее положение в обществе. Большинство из таких людей даже не осознает, что Дух Святой, который когда-то действовал через них, уже давно их оставил. А духовная сила, действующая сейчас в их жизни, это колдовство. Если служитель пытается контролировать других верующих, удерживая их под своим влиянием, то это всегда действие колдовства, а не Святого Духа. вырывайтесь из таких церквей, уходите. Бог заинтересован вести нас лично. Еще две мысли, мы помолимся. У некоторых родителей и духовных лидеров просыпается нездоровая ревность в ответ на то, когда Господь начинает вести людей не через них, а в обход их, не по-ихнему. Однажды Господь сказал Моисею, Моисею, с которым он всегда разговаривал лицом к лицу, великий наш Моисей. Господь сказал, смотри, возьми 70 человек, положи на них руки, и я возьму от Духа, который на тебе, и дам им. Тебе же будет легче, проще, всем будет. Ты же человек ограниченный, ты изнашиваешься, давай это сделаем. Моисей делает, как Господь сказал, но из того близкого окружения, из тех 70 человек, двоих как-то не оказалось рядом, когда эта важная церемония происходила. И тут к Моисею прибегает юноша и говорит, Елдат и Мадат пророчествуют встанье. Иисус, сын Новина, с молодых лет помогавший Моисею, сказал ему, господин Моисей, запрети им. Но Моисей ответил, ты боишься, что народ подумает, что я им больше не лидер. Я бы хотел, чтобы весь народ Господин мог пророчествовать, чтобы Господь всем им дал своего Духа. В русском синодальном Моисей отвечает Иисусу Навину, не ревнуешь ли ты за меня, не зацепило ли тебя честолюбивое чувство, что теперь люди могут приходить не только к Моисею, не только через Моисея Дух Божий действует. Моисей говорит, хочешь знать мое настоящее сердце и отношения? Я бы хотел, чтобы все люди получили Духа Божьего. какое чистое сердце. Какое чистое сердце. Я убежден, что Господь этого очень хочет, чтобы наши дети, чтобы наши люди в церквях, они руководствовались голосом Божьим. Такими людьми невозможно манипулировать. Эти люди правда свободными становятся во Христе. Это моя мечта. Я вспоминаю, как 16 лет назад началась церковь. Знаете, чем я молился? Регулярно, со слезами, с дружью в сердце. Я молился, Господи, у меня вообще ноль опыта. Я не знаю, как это делать, но я тебя умоляю. Только не эксперименты на людях. Это нечестно. Я не хочу пробовать что-то, вести людей в том направлении. Убеждать. Потом, да, типа не так, не совсем так. Давайте в другую сторону. И постоянно ты создаешь видимость, активности каких-то, а по сути ты ходишь вокруг горы. Я этого панически боялся. Я считаю это предательством со стороны лидерского состава так поступать с людьми. Я всегда хотел, чтобы люди выросли, чтобы не стали зрелыми, чтобы в них проснулась личная жажда, страсть по Богу и установился личный контакт и люди шли за Господом. Теперь это наша миссия по отношению к молодым людям. Эти движения могут быть другими, не такими, как мы. Они могут по-другому молиться, по-другому петь. Но в этом и заключается доверие, наше доверие по отношению к Господу. Я попрошу вас подняться на ноги, пожалуйста, перед молитвой интересный текст. Я его даже читать не буду, я коротко перескажу, мы помолимся. Иисус Христос перед тем, как въехать в Иерусалим, спускается с учениками, идет возле горы Елеонской и говорит, вот туда вы сейчас пойдете, вот войдете, там впереди небольшая деревня, там возле ворот, там где-то за поворотом вы увидите осленка, который привязан, отвяжите его и приведите ко мне. Если вам скажут, зачем вы отвязываете осленка, вы скажите, он надобен Господу. Я не знаю, как на это реагировать, вы можете себе представить, Господь Иисус знает этого осленка. То есть, он знает, где он привязан, он также знает, что это осленок, на которого никто из людей не садился, его волю еще никто не сломал, его не обуздывали, его не били, ему еще все это предстоит пройти. То есть, меня удивляет, Иисус, Сын Божий, знает этого осленка. это не все. 700 лет до этих событий пророк сказал об этом осленке, он сказал, что будет сын подяремной, сын ослицы, которая под ярмом, которую уже сломали, которая уже послушна чужой воле. Пророк сказал об этом осленке за семь столетий. Я просто думаю, если Господь знает этого осленка, знает, где он привязан, неужели Господь не знает твоего сына и твою дочь? Где он сейчас ходит, что он думает? Или он самовольный такой, строптивый, или он, наоборот, безвольный, сломанный жизнью? Знает, конечно. И когда его привели к Господу, как мы говорим об ослах обычно, или о людях, ты упрямый, как осел. То есть это упрямое животное, которое сопротивляется. Над этим еще никто не старался, этого еще не ломали. Иисус садится на него и едет, и он не сопротивляется. я думаю, что это, как это понять? Такая любовь, такая легкость, такое уважение к животному, такая нежность, что тот поддается, его не надо ломать. мне кажется, что мы должны отвязать наших детей. Иногда мы их связываем в угоду нашим традициям, нашим семьям, просто в угоду нашей собственной воле. Ну, как бы их отвязать? Понятно, не просто отвязать, он будет бегать. к Иисусу привезти. Ну, вот как это сделать? Знаете, я так скажу, лучшее место, где мы можем сберечь наших детей, это отдать их в руки Иисуса. Кто-то может сказать аминь? Лучшее место. Потому что Иисус любит твоих детей больше тебя. Да или нет? Да или нет? Иисус любит твоего ребенка больше, чем ты. Иисус заплатил за твоего ребенка большую цену, чем ты. Даже если ты мама, ты родила его в муках. Иисус заплатил за твоего ребенка большую цену, чем ты. Да или нет? Иисус заинтересован в спасении твоего ребенка больше, чем ты. Да или нет? Подумай хорошо. Иисус заинтересован в спасении твоего ребенка больше, чем ты. Да или нет? Иисус обладает большей силой спасать, чем ты. Да или нет? Вы чувствуете, какие аргументы? Вы чувствуете, как это серьезно? Встаньте на это! Курс преткновения, соблазн и осуждения это о проблемах в церковной среде, о межличностных проблемах. То есть мы поднимаем на поверхность те вопросы, где больше всего возникает конфликтов. И мы пытаемся объяснить, как стоит, как нужно, как следует относиться друг к другу в тех вопросах, которые мы понимаем по-разному. Диалог всегда важен. Изоляция — это всегда путь очень рискованный. Во-первых, в изоляцию уходит человек высокомерный, который абсолютно убежден, что он обладатель полной истины. И все, кто не разделяет его взглядом, они автоматически вне истины. Такие люди агрессивны, такие люди очень резкие, они, как правило, исключают из своего круга общение всех инакомыслящих. Это авторитарный подход. Великий апостол Павел, который обладал чрезвычайностью откровений, как никто другой в истории, сказал, «Я иду в Иерусалим по откровению, чтобы представить перед апостолами мое богословие, сверить часы, сверить точки, как мы учим, как мы понимаем важные глобальные вопросы». Думаю, этот курс написан, чтобы помочь людям выбраться из тех лабиринтов, где они запутались в силу своего воспитания в прошлом, каких-то традиций, накатанных представлений, которые автоматически воспринимаются как истины. Но при объективном исследовании вопроса, при открытом сознании ты начинаешь понимать, что мы были зациклены на вещах, которые в принципе истинных отношений не имеют. «Преткновение, соблазны, осуждение». Этот курс объясняет проблему конфликтов, возникающих в Церкви на почве разных взглядов, вкусов, традиций и мнений людей. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org.